Здравствуйте! Приветствую вас на канале Моисад. И сегодня хотела поделиться планами на будущий сезон, на весну 2020 года. Вот на улице у нас уже выпало достаточное количество снега. И сейчас посмотрим, где же будут жить растения весной. И что же мы сделали для того, чтобы весной всем хватило места? Ай, я не знаю. Вообще, все наши растения находились вот в такой маленькой тепличке. Вот, это рассадник. И больше делать, я считаю, не имеет смысла его. Пока, пока на данном нашем этапе 5 на 2 всего 10 квадратных метров. Потому что для того, чтобы отопить ее весной, нужно или ставить печку для большей площади. Или нужно же оставлять такую же площадь и тепловентилятором отапливать 2 кВт. Конечно, отопление у нас было. В моих видео есть отдельно заснятое тематическое видео отопление, обогрев теплицы весной. Можете посмотреть. Ссылочку постараюсь оставить. Вот. И что, чего нам не хватало весной? Нам не хватало того, чтобы по всему у нас огороду были расставлены ящики с питуньей. Помните из видео, кто со мной с начала создания канала. И пришлось вот сделать такой навес. Навес для чего этот был создан и сделан? Ой, ну, хочется просто, чтобы пленкой сверху он был обтянут, как эконом-вариант. Собака успокоиться не может, потому что она лает вот на этого котика, на нашего. Хочется с ним поиграть ей. Вот. Здесь у нас что? Вот такой каркас сделан. Сверху будет обтянут пленкой. И будут сделаны стеллажи для питуньи. Именно для той питуньи, которая у нас стояла просто в воде на территории огорода. Здесь будут стеллажи. И сюда мы выставим уже питуньи рядами. Ну, это такие планы на весну. Вот. Най бог, что у нас все получится. А вот это вот тепличку надо будет тоже переделывать. Потому что сами стены у теплички, видите, уже просят замены на другой поликарбонат. Вот. Крышу тоже периодически нужно чистить. Земля на следующий сезон тоже заготовлена. Но это, конечно, будет земля только для рассады. И только вот для рассадника, для вот этой теплицы, для 10 квадратных метров. Вот эта земля. Эта земля здесь уже перемешан перегной, песок, листовая какая-то там земля была. И конский навоз, которому уже около трех лет перепревший. Где-то был добавлен еще и коровий навоз. Ну, тоже, конечно, все перепревшее уже. Земля вот так вот стоит приготовлена. Так, вот такие ящики. Тоже земля набрана. Тоже уже приготовлена. Обычно я сюда сажу помидоры. Удобрение для сезона. Это филитра. Это филитра кальциевая. Агроперлит. Это как раз рыхлитель. Удержание для влаги. Пертика. Суперфосфат. Итак, азофоска я тоже пользуюсь. И карбамидом. Мочевиной. Азот, который необходим для красивой листовой у растений. В маленьких пачках используем монокалий и фосфат при цветении. Марганцовку обязательно для обеззараживания проливаю. Ну, помогает от черной ножки. Ну, слабенько, конечно. Но хоть так. Хелат железа. Конечно, при хлорозе. Если этот хлороз от недостатка железа. И как же без фитоспорина? Конечно, никуда. Для профилактики и лечения растений от грибных и бактериальных болезней. Вот здесь и мышечная роса, и черная ножка, и ржавчина. Это можно использовать для рассады и вообще весь период вегетации растений. Разбавляется вот эта 200-граммовая. Получается пачка 200-граммовая. Это как паста. Два стакана воды. Можно 0,3 бутылочка есть. 0,5 бутылочку развести. И потом использовать. 2-3 столовые ложки используются на 10 литров воды. Вот. Ну, это краткий обзор. Такой небольшой. Именно как зеленые аптечки для наших растений. Вот такие... Не такое небольшое введение вас в курс дела, что к сезону 2020 года мы готовимся. Ну, готовимся так не сильно основательно. Ну, будет, конечно, закупаться тара, кашпо, стаканчики. Семена в ближайшее время уже тоже будут все приобретены. И обязательно я вам, конечно, ролик про них сниму. Какие я купила из цветочков, из овощей. Вот. Дела наши так и идут. Дальше не стоят на месте. И останавливаться не хочется на достигнутом. Хочется и в следующем сезоне себя, и покупателей порадовать. Цветочками, рассадой цветов и овощей. На этом заканчиваю свое короткое видео. И желаю вам всего доброго. И до встречи на канале Мой Сад.